О чем мечтали в детстве известные владимирцы в Новый год? Какой костюм примеряли на праздник и где слушали бой курантов? Своими воспоминаниями с нами поделились медиаперсона Владимира. Моя участь на протяжении всего детства почему-то была быть снежинкой. То есть это, ну конечно, это шилось из марли, крахмалилось, все это было красиво, как нам казалось. У нас корона из разбитых стекляшек наклеивалась тоже обычным клеем на ватную поверхность. Все это одевалось на голову. Радости было просто, я не знаю, это бесконечная радость и счастье. Казалось, что ты самая стройная, самая лучшая, самая красивая снежинка на свете. Вот всю жизнь я была снежинкой. У меня мама портниха, и она позволяла себе к Новому году прошить своей дочке костюм. В пятом классе я была ночью, почему-то мама решила такой костюм мне придумать. Это было черное атласное платье, такое, как сейчас модно, в те времена мод такая была. Рюмочкой такая юбка была, вся расшитая звездами серебряными. Но если сейчас, например, есть такой подручный материал, из которого можно вот эти серебряные звезды пошить, тогда это были коробочки, ну, внутренняя часть коробочки из-под чая. Вот они были такие из серебряной бумаги. Вот у меня брат вырезал эти звезды, он там пришивала, а на голове у меня был колпак с месяцем. На Новый год к нам пришла в детский садик, как я понимаю, преподаватель танцев. И ей нужно было поставить сцену «Мишка с куклой громко топают». И наступил момент, кто же будет изображать эту куклу. Вы представляете, какое у меня было счастье, когда выяснилось, что куклой буду я. И надо было сшить костюм. А сшить было практически не из чего. Я не знаю, как вывернулась моя мама, я не знаю, где она нашла этот батист, но была сшита первая в моей жизни ярусная нижняя юбка, чтобы платье стояло, как у балерины. И вот это было такое впечатление. Самый необычный Новый год, наверное, я пережила всё-таки в Индии, когда я водила группу по маршруту Индия-Шри-Ланка. И вот это ощущение Нового года, когда ты окружена пальмами, когда очень жарко, когда совершенно необычная обстановка, наверное, он останется в памяти очень надолго. Год, когда наступал 95-й, я ждала второго сына, рождения второго сына. И когда мы уже сидели за праздничным столом, малыш уже был на подходе, он родился в феврале, мой Никита. Сейчас он уже взрослый. В этом году он пошёл служить в ряды российской армии, сейчас служит. И вот этот год, наверное, запомнится таким счастьем, ожиданием новой жизни. Я росла на Сахалине, и там всегда была проблема доставки, проблема купить что-то. Для меня самым необычным потрясением было, когда папа привёз мне из Москвы первую кукольную кроватку. Это было просто потрясение. Оказывается, была специальная мебель для кукол. На Сахалине этого не было. Любила всегда встречать мою двоюродную бабушку, которая приезжала из Москвы, которая привозила самые вкусные конфеты, наверное, которые мне в жизни удавалось попробовать. Это было птичье молоко. Таких конфет у нас в Владимире не было, только если привозили откуда-то.